Для решения проблемы с задолженностями у жителей по жилищно-коммунальным услугам управляющие компании посещают должников на дому, выдают предписание и берут расписки о том, что в течение определенного времени долг будет погашен. Кроме того, жильцам с крупными задолженностями предлагается вариант погашения в виде рассрочки платежа. К должникам применяются также более строгие меры по взысканию и подаче управляющими компаниями судебных исков. В этом году мы подали 237 исков на сумму более 8,5 миллионов рублей. Может быть, вы скажете, что эта сумма незначительная по сравнению с долгом в 100 миллионов. Но здесь есть причины. Одна из этих причин – это то, что мы сейчас иски стараемся подавать именно на тех людей, которые платежеспособны и с которыми не удалось достичь никакого соглашения, никакого консенсуса. На сегодняшний день просроченную задолженность имеют 4215 лицевых счета на общую сумму долга 92 миллиона 388 тысяч рублей. В период с января по август 2016 года подано 236 заявлений на вынесение судебного приказа и один иск о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 8 миллионов 352 тысяч рублей. Регулярно проводятся рейды по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Приставы действуют по решению судебных постановлений. И часто за неуплату долга назначается выселение должников из квартир. Но такие меры предпринимаются лишь в крайних случаях. Чаще управляющие компании стараются решить данный вопрос мирным путем и помочь жильцам оплатить долги. Каждая управляющая компания готова принять на работу должника. И практически в каждой управляющей компании у нас должники работают. Конечно, работа, если не квалифицированный специалист, то и работа соответствующая, там дворник или сантехник. Но работа предоставляется, и то есть дается возможность оплатить эти долги. По словам директора предприятия жилком сервис Ольги Макаровой, несмотря на нехватку средств из-за неуплат по услугам ЖКХ, управляющие компании стараются выполнять ремонтные работы по планам, но в ущерб ресурсным организациям.